Гонорея при беременности Воспалительный процесс вызывает дегенеративные изменения в мочевом пузыре, в прямой кишке, а также в ротоглотке. Женщины, у которых диагностируется данное заболевание, зачастую страдают воспалением матки, яичников и маточных труб, так как в пораженных органах постепенно формируется клеточный инфильтрат, который потом замещается соединительной тканью. Во время беременности гонорея должна быть выявлена как можно раньше, именно поэтому крайне важно своевременно сдавать все предусмотренные медицинским протоколом поведения беременности анализы. Невылеченная болезнь может приводить к самопроизвольным выкидышам, поражению половых органов, инфицированию плодных оболочек, а также околоплодных вод, появлению плацентарной недостаточности, заражению ребенка в момент родов. На тяжесть течения заболевания влияет конкретный период инфицирования. В том случае, когда заражение происходит до оплодотворения яйцеклетки, недуг протекает в скрытой форме, поэтому зачастую переходит в хроническую стадию и может вызвать внематочное прикрепление плодного яйца. Заражение происходит половым путем. Распространение инфекции в женском организме происходит и лимфогенным, и гематогенными способами. Инкубационный период заболевания составляет от 3 дней до 2 недель. Также иногда встречается хроническое рецидивирующее течение болезни. Этому заболеванию чаще всего сопутствуют такие осложнения, как цервицит, уритрит, цистит, проктит, сальпинга, оофорит. Форма заболевания. Клиническая картина течения гонореи у беременных женщин не имеет особенностей. Медицинская наука условно делит болезнь на 3 стадии. Свежую, которая может быть острой, подострой и торпидной. Хроническую, латентную. Свежая форма диагностируется в том случае, если со дня заражения прошло не более 2 месяцев. Острая форма заболевания наблюдается в том случае, когда явные симптомы недуга выраженно нарастают на протяжении 2 недель после полового контакта. Наиболее опасно считают торпидную форму, при которой признаки заболевания практически отсутствуют. Поэтому женщины, ожидающие ребенка, не обращаются за медицинской помощью. В результате чего болезнь переходит в хроническую форму. Латентная форма, так же как и хроническая, протекает без явных симптомов. Поэтому нередко приводит к нарушению детородной функции. А также к образованию в маточных трубах спаев. И является постоянным источником заражения полового партнера. Признаки гонореи у беременных могут проявляться в виде следующих симптомов. Наличие вагинальных гнойных выделений, периодические кровотечения, дискомфортные ощущения в нижней части живота, зод, а также жжение в половых органах. Острая форма может вызвать резкое повышение температуры тела, рези, острую боль при мочеиспускании. Как признак интоксикации головная боль, общее недомогание. Местно может быть при пухлости, покраснение внешнего отверстия мочеиспускательного канала, а также половых органов. Боль в процессе полового контакта. Диагностика болезни. Гонорея при беременности может приводить к самым негативным последствиям. Как для ребенка, так и для женщины. Поэтому важна своевременная диагностика. Басируется она на информации о половом контакте с больным. Или, возможно, инфицированным партнером. На оценке имеющихся признаков болезни. А также на основе медицинских исследований, позволяющих выявить гонококи в организме женщины. Кроме того, обязательно учитывается время, которое прошло с момента последнего полового контакта с возможным источником заражения. И результаты обследования партнера. Определяется заболевание с помощью микроскопии мазков. Кроме того, применяют культуральный метод диагностики. Его используют при наличии у женщины цервицита и воспалительных заболеваний органов малого таза. Такой метод предусматривает постановку антибиотикочувствительности выявленных гонококов. Также врачи для уточнения диагноза применяют ПЦР. Самый современный метод лабораторной диагностики, который дает возможность определить возбудителей инфекционных заболеваний. Мазок на гонорею берут из цервикального канала шейки матки, также из уретры, с прямой кишки, если женщина подтверждает аногенитальный контакт, из глотки, если пациентка подтверждает оргенитальный контакт. При отсутствии шейки матки, которая удалена в процессе операции, мазки берут с прямой кишки из уретры. При проведении лапароскопии женщинам, которые страдают воспалительными заболеваниями органов малого таза, из пораженных органов, также берут мазки на гонорею. Также берут мазки из синовиальной жидкости, из крови или гноя, первой порции мочи, конъюнктива нижнего века. 5. Лечение гонореи у беременных. После постановки диагноза гонорея, лечение беременных женщин проводят только в стационаре, независимо от срока гистации. Пациентка назначает курс антибактериальных препаратов, которые не представляют угрозы для здоровья будущей мамы и ее малыша. Чаще всего врачи используют цифтриаксон. В качестве заменителя применяют эритромицин и азитромицин. Следует отметить, что цифексин, цифтриаксон, цифотоксин, токсин не назначаются пациенткам с аллергическими реакциями в анамнезе на цифолоспорины, а также препараты пенициллиновой группы. Для протилактики сопутствующей хламидийной инфекции назначают препараты, которые используются для ее лечения. Обязательным условием эффективного лечения гонореи считается обследование и лечение полового партнера. Осложнение заболевания. Гонорея у беременных может приводить к таким осложнениям, как конъюнктивит, поражение органов сердечно-сосудистой системы, болезням нервной системы, заболеваниям опорно-двигательного аппарата. Если у женщины возникают подозрения на гонорею, то крайне важно обратиться к врачу, так как только опытный медицинский специалист способен подобрать грамотное и эффективное лечение после адекватного обследования. Опасность несвоевременного выявления гонореи. Гонорея, выявленная на ранних сроках беременности, может спровоцировать при отсутствии лечения развитие болезней сосудов и головного мозга плода. Кроме того, невылеченное заболевание или болезнь, диагностированная на поздних сроках дистанции, может приводить к инфицированию ребенка в момент прохождения породового путя. Если новорожденный ребенок заразился гонореей от своей матери, то у него зачастую наблюдается воспаление конъюнктивы глаза. При отсутствии адекватного лечения возможно слепота. Роды при гонореи. Беременные женщины с описанным диагнозом рожают в родильных домах, оборудованных специальными инфекционными отделениями. Для профилактики болезни новорожденным детям, сразу же после появления на свет, стерильной ваткой протирают слизистую оболочку глаз, а после закапывают в глаза 20% раствор сульфацилла натрия. Данную процедуру обязательно повторяют спустя 2 месяца. Девочкам аналогичным раствором протирают половые органы. Вероятность наступления беременности в гонореи. Многие женщины задают вопрос о том, можно ли забеременеть в гонореи. В том случае, если острая форма заболевания переходит в хроническую, то вероятность беременности достаточно высока. Однако стоит отметить, что если у женщины имеются спайки в маточных тропах, то существует большой риск развития внематочной беременности. Если же пациентка переболела гонореей, то возможно ей потребуется хирургическая операция по удалению спайок, которые могут быть причиной бесплодия. Профилактика заболевания. Профилактика недуга направлена на популяризацию и ведение здорового образа жизни, а также наличие постоянного полового партнера. Женщинам рассказывают о современных средствах контрацепции, а также о вреде самолечения. Кроме того, проводят дополнительные обследования беременных женщин с дегносцированными инфекциями, передающимися половым путем, а также их партнеров. До полного выздоровления беременным с гонореей строго запрещаются любые половые контакты. Им необходимо соблюдать установленный режим приема лекарственных препаратов, а также своевременно посещать врача для определения последующей тактики лечения.